Недавно я обновила наш ассортимент декоративной косметики. Я добавила в ассортимент три паритки теней. Это Champagne Pink, Nudie Brow and Aquatic Blue. Champagne Pink у меня уже дочка как-то заиграла этикетку, поэтому я вот покажу ее без коробочки. Вот так вот выглядит упаковка. Она пластиковая, вот так вот закрывается, открывается. Довольно прочно, надежно все сделано. Вот так вот выглядит палетка. Она защищена пленочкой, которая снимается аккуратно. И вот здесь находится вот такая вот кисточка для нанесения, вот такая вот. Она такая немножко прорезиненная, очень удобная. И вторая кисточка, она очень такая твердая, она хорошо подходит для бровей. Ей очень удобно расчесывать и прокрашивать брови. И вот непосредственно сами оттенки. Давайте покажу на руке, как это выглядит. Здесь есть три матовых оттенка. Три оттенка с перламутром, нитрат, да, раз, два, три. Три с перламутром и два с таким ярким шаймером. Вот эти оттенки с ярким шаймером, с этими блестками, они очень быстро стираются. Эти блестки, они разлетаются просто по всему лицу. Давайте я покажу на руке, как это все выглядит. Эти тени, они содержат в составе масла макадамии и витамин Е. И они не только украшают, так же они и ухаживают за тенями. Вот у нас шаймер, первый оттенок. Давайте так, посильнее накрашу, чтобы было видно хорошо. Второй оттенок у нас более розовый такой. Третий оттенок, такой запах. Цвет пыльной розы. Очень интересно смотрится. На самом деле это любимая гамма моей старше сестре. Она очень любит такой тональности красить, немножко посветлее. Вот. Побольше намажу, чтобы было ярче видно цвет. Следующий оттеночек. Еще один шаймер. И, наконец, темные оттенки. Вот так вот выглядит полная гамма теней. Теперь давайте посмотрим, насколько они устайчивые. Оп. И тени, которые были с шаймером, они практически стерлись. С перламутром тени держатся. И матовые оттенки, они тоже более устойчивые. Ну что, проведем следующий тест водой. Я хочу провести еще один эксперимент. У нас сегодня было поступление на склад новой умывалки. Ну, это старый вариант. Он выглядел вот так вот. Гель для очищения лица без парабенов и без содин лаурисульфата. Это на травах компании Каоке Тюляпу. Раньше вот он выглядел вот таким образом. Это моя любимая заюзанная баночка, которую я использую. Он очень... мне очень нравится и запах, и консистенция. То есть, раньше он был вот таким вот красненьким. Пахнет лавандой, геранью. Такой очень интересный запах. Вот. И этой баночки хватает надолго, но у нее большой минус. Она не смывает косметику. То есть, я пыталась там тень устойчиво и так далее смывать. У меня не очень получалось. Поэтому я использовала какой-то гель с содин лаурисульфатом в составе. А потом уже следом использовала этот гель. Этот гель он отлично убирал остатки содин лаурисульфата. То есть, если наносишь его на кожу, на чистую кожу, без предварительного применения содин лаурисульфата, этот гель, он не пенится. Но если нанести его на кожу, которая до этого помыта средством содин лаурисульфата, он начинал пенится. То есть, он полностью вводил остатки моющих средств из средств содин лаурисульфата. Вот. А новый гель для умывания приятно пахнет розой. И вот он такой вот прозрачненький. Ой, пузырик надулся. Ой. Немножко больше выдавила. Вот. Ну что, пойдем отмываться. Покажу вам, как это все выглядит. Чтобы эксперимент был более полноценным, я нанесу на руку еще и биби-крем. Это тональный крем от компании Мистин. Этот биби-крем также защищает кожу от солнца. Незаменимое средство летом. Сейчас пока уберу. Сначала мы просто льем воду. И все тени остаются на месте. То есть, вода им не страшна. Обратите внимание. Матовые и перламутровые тени все остались на месте. Также биби-крем, он оттолкнул воду. Так он обладает водоустойчивым эффектом. Теперь следующий шаг. Мы наносим гель. И немножко массируем. Светлые оттенки уже все смылись. А вот темные оттенки не очень хотят смываться. Возможно, придется наносить гель несколько раз. С первого раза биби-крем смылся не до конца. И остались темные оттенки. Промокаем руку салфеткой. И что мы видим? Мы видим, что биби-крем полностью не смылся. И темные тени тоже. Вердикт. Этот гель, конечно, он хорош для чувствительной кожи. Но, к сожалению, с устойчивым макияжем он не справляется. И биби-крем он тоже не смывает. Если этот гель был заявлен как гель для проблемной кожи и для чувствительной кожи, то этот гель, он идет для ультра-чувствительной кожи. В составе здесь Центелла Азиатика. Экстрат розы. Он очень приятно, кстати, пахнет розой. И я уже наносила его на руку. Когда я ехала за рулем, после этого я чувствовала разницу между той рукой, на которой он был нанесен, и на которой он не был. Та рука, на которой я помыла этим гелем, она была более напитанная. Это какое-то такое было чувство комфорта. А в то время, как кожа на второй руке чувствовалась какую-то сухость от кондиционера машины. Так, давайте посмотрим, как выглядят тени Aquatic Blue. Здесь у них вот такая вот коробочка. В коробочке здесь вот нарисованы полностью цветовая гамма этих стеней. коробочка синего цвета. Открываем. И видим вот такую палетку. Если вы любите макияж в сине-голубых тонах, я думаю, вам понравится эта палетка. В этой палетке также присутствуют перламутровые, матовые оттенки и оттенки с яненшаммером. Здесь находится такая вот кисточка с прорезиненной подушечкой. И плотная кисточка для бровей. Так, давайте посмотрим, как это выглядит на коже. Давайте начнем с белого оттенка. Такой с перламутром. Насыщенный цвет. Тени довольно плотные. Дальше у нас идет светло-голубой. Следующий у нас идет более теплый оттенок, немножко более холодный оттенок, более яркий оттенок, более темный оттенок, такой холодный, черный и светло-серый. И делаем стандартный тест. Первый тест пытаемся стереть. Вот в этой палетке первые три оттенка, они немножко размазаны. Здесь уже меньше шаймера, больше перламутра. И вот эти вот оттенки, они практически все остались. Только чуть-чуть вот на руке осталось блеска. Последние же, более темные оттенки, они практически не смазываются. Вот. То есть такой хороший устойчивый макияж. Следующий тест, тест на водоустойчивость. Тени остаются на месте. С этими тенями дождь, туман, повышенная влажность вам не страшны. Я решила дать еще один шанс нашему гелю для очистки лица. Снова наношу толстым слоем биби-крем. Вот если его наности тонким слоем, он отлично постраивается под кожу, его практически не видно. Но я его наношу маской, чтобы четко было видно, справился ли наш очищающий гель или нет. Вот такая получилась маска из замечательного биби-крема, который защищает кожу от жирности и от солнца. Незаменимая вещь летом. Также мастеруют местные мелкие недостатки на коже. Надо подождать немножко, чтобы он подсох. Иначе эксперимент будет неполным. Надо буквально 3-4 минуты, чтобы он спытался в кожу. Итак, время прошло. Биби-крем полностью подсох. Приступаем к нашему эксперименту. Наносим гель для очистки кожи. И слегка массируем. Светлые оттенки теней тоже сразу смылись. А вот 4 последних цвета не очень хотят покидать мою кожу. И теперь снимаем это дело ватой. И вата полностью снимает макияж. И промакиваем салфеткой. Давайте возьмем еще одну салфетку и посмотрим на салфетке нет следов ни биби-крема ни теней. Смотрите. Полностью чистая рука. Я считаю, что гель своей задачей справился. Третья порядка теней от компании Mistin это Nudie Brow. Давайте откроем, покажу, как она выглядит внутри. Вот такая упаковка. и здесь вот такие вот оттенки. Тоже есть и матовые оттенки, и с шаймером, и также есть с перламутром. Давайте покажу, как это выглядит на коже. Эти тени также содержат масло макадамии и витамин Е. Они питают и увлажняют кожу век. Какой насыщенный, красивый, шоколадный. Да, я на самом деле люблю коричневые оттенки, очень такая удачная палетка, такой макияж на каждый день. С этой гаммой можно сделать несколько вариаций, как красивый дневной, так и вечерний макияж. Проверяем на устойчивость. Здесь тоже некоторые тени, они почти стерлись, размазались, но более темные оттенки, они держатся, причем у них четкие контуры. И последняя стадия, проверяем устойчивость теней водой. Тени все на месте. Продолжение следует...